Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня понедельник и у нас очередной выпуск огородной азбуки. Я решила посвятить его теме, как вырастить сладкие томаты. Ну или то же самое можно перефразировать, почему томаты вырастают не сладкими, водянистыми, кислыми. Летом приходило очень-очень много вопросов мне в такой форме. Подскажите, что сделать, чтобы томаты были сладкими? Ну или все такое. Или, например, почему у меня томаты кислые? Ну на вопрос, почему, что сделать, чтобы томаты выросли сладкими, летом я никому не отвечала, потому что, ну, вы понимаете, что нельзя ответить, например, чтобы сделать томаты сладкие. Ну нужно встать в 6 утра, выйти, подойти к томату и сказать, будь сладким. Все. Ясно, что это целый комплекс работы. И чтобы все это рассказать, объяснить, там даже невозможно напечатать такой ответ. И вот сейчас, когда времени у нас много, я на этот вопрос отвечу очень подробно, со всеми-всеми факторами, которые влияют на сладость, на сахаристость томатов. И каждый из вас поймет, что причин очень-очень много. И достаточно одной причине, которую я назову у вас, и томат уже не будет сладким. Начинаем с того, что это может быть причиной сорт, потом регион и погодные условия. Каждый случай буду отдельно рассматривать. Потом состав грунта, потом количество и, как сказать, правильное употребление, использование подкормок различных, это тоже влияет. Потом влияет, созревает он, схватает ему этого времени созреть на кусту. Или, может быть, вы его снимаете в зеленом виде, тогда у него меньше шансов быть сладким. И вот этих очень-очень много факторов. Начинаем с первого. Сорт. Вы должны знать, что сорта, все они разделяются, как примерно на две группы. Одни сорта, это которые генетически предрасположены к большому содержанию сахара, к повышенному. И при выращивании этих сортов достаточно элементарные способы ухода использовать, и они уже будут сладкие. А есть сорта, которые, ну даже как бы вы ни старались, они все равно не будут такими сладкими и сахаристыми, которые, ну изначально по природе не предназначены быть такими сладкими, как мед. Если к первой группе можно отнести такие, почти все, вот они крупноплодные, конечно, тут мелких очень мало, только черри. И розовый мед, и бычье сердце сюда можно отнести, потом медвежья лапа, потом какие еще? Я вот здесь выписывала, сейчас прочитаю. А, вот хурма, большинство всех желтых и оранжевых, вот медовый король, потом оранжевое сердце, все желтые и оранжевые, они более сладкие всегда. Из красных космонавт, волков, потом. А, вот из зеленых нынче обнаружила я малахитовая шкатулка. Все во мнении сошлись, что это очень сладкий томат. И загадка природы, он тоже очень сладкий, и вот эти все сорта, их проще вырастить сладкими. Поэтому, если вот вы задаете вопрос, например, как вырастить томаты сладкими, но у вас нет ни одного вот таких сорта, который генетически предрасположен к повышенному содержанию сахара, то вам вырастить сладкие томаты будет сложно. Потому что вторая группа, вот к которым относятся все скороспелые, все ранние, они уже менее расположены к повышенной сахаристости, вот такой, они предназначены для другого. Они именно для раннего урожая, и они не успевают вот за свой короткий вегетационный период столько, как там, собрать сахара в томате, в этом плоде, что он всегда будет уступать по сахаристости, ну, по проценту сахара перед вот этими крупноплодными. Вот про сорта мы разобрали, поэтому, если вы хотите иметь на своем участке вот прям сладкие такие, а, еще из маленьких, конечно, это черри. Вот я называла и медовую каплю, и добарау, черри, они тоже предрасположены к тому, что они будут сладкие в конце сезона. Но, опять же, тут должно быть еще несколько слагающих. Должно быть много солнца, они должны вызреть на кусте желательно, должны быть какие-то подкормки, которые помогают им вот быть более сахаристыми, такими сладкими. Ну, это все мы разобрали сорта, и второе очень важное, это состав грунта. От состава грунта зависит, ну, половина вот этого успеха, будут у вас сладкие или нет. Если у вас грунт бедный, если у вас там нет ни калия, ни фосфора, и если вы за весь сезон не удобрите, не внесете это искусственно, то у вас томаты будут менее сладкие, чем такие же сорта, прям в этом же районе, на соседнем участке. Вы это должны знать, что если у вас, ну, обедненная такая почва, если вы туда не вносите ничего, то не очень сладкие будут томаты, и это будете виноваты только вы, хозяева, но не сорт. Этот же самый сорт покажет худший результат на бедном грунте. Кроме грунта, вот я прям называю самой главной, это причиной сладости, вот таким фактором, который определяет все, который может даже сделать сладкими те томаты, которые генетически не предположены к большому содержанию вот этого сахара, это солнце. Томаты, вызревшие на солнце, которые получили наибольшее количество солнца, они бывают самыми сладкими. Вот нынешнее лето подтвердило вот это вот, еще раз убедило меня, хотя я до этого и так уже знала, что солнце это все. У нас нынче было очень жаркое лето, очень солнечное, такое можно даже сказать, что знойное. Томатам было жарко, но зато плоды были такие сладкие. Сладкими были даже скороспелки, даже такие вот маленькие, которые до 100 грамм, 70-80 грамм, они все вызрели, на изломе они все были сахаристые, и вот этот фактор, он перевешивает все остальное. Вы можете даже сорт не, ну как еще раз повторю, не генетически предрасположенный к сладости посадить. Вы можете даже пропустить там эти подкормки, которые способствуют образованию сахара, но если он будет у вас там на солнце выращиваться, и если лето будет теплое, жаркое, то он побьет все рекорды сладости, будет очень сладким. Но это бывает очень редко, особенно у нас в сибирском регионе. Вот нынче лето нас удивило, поразило количеством солнечных дней, а обычно у нас дожди, дожди льют, и вот это еще одна причина, почему томаты не сладкие. Это нарушение режима полива. Но про теплицу тут надо говорить отдельно, там мы можем регулировать, и все мы уже знаем, я много раз говорила, что томаты нужно поливать редко, но как обильно. Но заливать их ежедневно и через 2-3 дня не нужно. А если они растут в открытом грунте, и если у вас дождливая погода, то тут уже шанс получить сладкие плоды, ну как снижается, приближается к нулю. Потому что когда влаги много, томаты впитывают, они меру не знают, они все пьют, пьют воду, и томаты получаются водянистые. Большой процент воды, меньший процент сухих веществ и меньший процент сахара. Все. Тут уже ничего в открытом грунте мы не сделаем. Если в августе, вот в то время, когда у нас созревают томаты, будут лить проливные дожди, будет постоянно сыро, сыро и сыро, то скорее всего томаты будут не очень сладкие. Это вот тоже такой решающий фактор, как солнце и как дождь. Будет солнце, будет все прекрасно. Будет лить дождь, будет все похуже. Потом, что еще назвать? Я вот тут план составила, так, сорт сказала, грунт сказала, количество солнца и поливы. А, еще, вот конечно подкормки. Есть подкормки, которые повышают процент сахара, и есть вот эти вот способы ухода, которые все-таки, даже в плохую погоду, и даже в таких регионах, где мало солнышка, они все-таки улучшают качество плодов. Многие вот в фазе меланжевой зрелости делают подкормку золой, потому что там есть и калий, есть и фосфор, а именно эти два компонента повышают процент сахара. Летом, кто смотрит за мной внимательно, я делала опрыскивание, вот, как он, монофосфат, что ли, называется. Вот именно вот этот фосфор. Фосфор и калий, если вы будете обдуманно, если вы будете тогда, когда нужно, именно когда вот плоды сформировались, и, ну, нет, даже не сформировались, когда они формируются, и когда они начинают созревать, вот в фазе меланжевой зрелости, если вот такие калийно-фосфорные подкормки вы будете делать, плоды у вас будут более сладкие, чем у соседа, который этих подкормок делать не будет. Все это очень просто, с одной стороны, а с другой стороны сложно. Значит, чтобы томаты вырастить сладкими, нужно подобрать соль генетически предрасположенный к повышенному содержанию сахара, потом грунт, чтобы содержал калий или фосфор, если не содержит, вводить искусственно, потом не нарушать режим полива, то есть не заливать томаты, ну, там, где будет дождь на улице, тут ничего мы не сделаем, чтобы было лето яркое, солнечное такое, чтобы было им много тепла, и еще нужно рассчитывать дату посева и дату высадки в грунт так, чтобы наш томат успел сформировать плоды и успел вызреть именно на материнских кустах. Самые сладкие, самые вкусные томаты, это те, которые созревают естественным путем. Если мы снимаем и укладываем их на дозревание уже дома, уже результат не тот. Все, вот этот ответ. Конечно, когда летом задают вопрос, как сделать томаты сладкими, вы понимаете, что всю эту информацию, вот сидеть, печатать летом, когда у меня у самой столько томатов, я не могу, но сейчас, я надеюсь, объяснила вам, и каждый из вас понимает, что это очень сложная, многокомпонентная вот такая вот прям работа, целая программа по увеличению сладости томатов. То есть мы должны и сорта внимательно подбирать, и прополив следить, и при удобрении следить. Все это у нас должно быть в комплексе. Но это не так сложно, вот когда к этому уже привыкаешь, все идет само собой. И в результате получаем сладкие плоды. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это тема огородной азбуки. Почему томаты кислые, как сделать, чтобы они были сладкие. Учимся зимой, применять будем летом. Все.